Добрый день, друзья! С вами канал Далят Города и я Нина Коновалова. На удивление, сегодня стоит теплая безветренная погода. Тюльпаны расцвели в полном объеме и решила сегодня посвятить видео редиски. Сделать небольшой видео обзор о том, как я сажаю редис и как добиваюсь ускорения и всхожести, и получения хорошего качественного урожая. Редис, собственно говоря, это, наверное, первый овощной корнеплод, который нам сигнализирует о том, что вот он дачный сезон, вот она ваша радость от того, что вы собираете уже первый урожай. И каждый настоящий дачник и огородник спешит посеять редис либо в теплице, либо под пленку в открытом грунте, неважно где. Главное сделать все возможное, чтобы уже к майским праздникам собирать хороший урожай. Мы едим уже редис на протяжении, наверное, 10 дней, сегодня 20 апреля. В апреле сажаем мы его заранее, так, чтобы на Пасху у нас, собственно говоря, и к майским праздникам всегда была свежая редиска для салатов. И плюс ботва, ботву мы всегда употребляем и для салатов, и для приготовления каких-то зеленых щей. Плюс ботву всегда отвозим маме, она у меня такая, придерживается здорового образа жизни и питания. И для нее ботва редиса – это главная составляющая рациона питания. Итак, для того, чтобы посадить редис, не требуется никаких удобрений, никаких гуматов, никаких зеленых подкормок, ничего. Но грядку нужно готовить заранее. Кто-то использует конский навоз, кто-то использует перегной. Все это хорошо, вся эта органика, естественно, влияет на то, что редиска будет крупная и хорошая, и быстро созреет. Кто-то использует какие-то другие органические добавки в грунт. Мы же используем из всего вышеперечисленного навоз кроличий. По мнению многих садоводов, кроличий навоз, он занимает второе место после конского. Его не надо ни запаривать, ни замачивать, ни ждать от того, что он там перегниет и так далее. Везде, во всем огороде, всюду у нас кроличий навоз. Итак, разрыхлили землю и приступаем к посадке. Что касаемо семян, я стараюсь выбирать одни и те же сорта. Редис рубин и редис французский завтрак. Наверное, бывают разные производители. Я беру разных производителей, но тем не менее, никогда ни один, ни другой сорт меня не подвели. Во-первых, это раннеспелые сорта, высокоурожайные сорта. Если рубин круглый, то французский завтрак, он длинноватый, красный, с белым кончиком. И тот, и другой сорта устойчивы к разного рода заболеваниям, которые способны поразить редис. И они, когда перезревают, не приобретают вот этот горьковатый вкус. Поэтому наш выбор на этих сортах уже очень и очень много лет. Мы при посадке не пользуемся ни ячейками яиц куриных, ни какими-то специальными приспособлениями. Чем проще, тем лучше. Я всегда в своих видеообзорах говорю, старайтесь максимально упростить уход за своим садом огорода. В том числе и за редиской. Естественно, разрыхлить почву. Естественно, сделать бороздку при помощи, наверное, маленьких грабель. И посеять редис. Если у вас попадутся в одну лунку, вернее лунки мы не делаем, а просто борозды. Если попадется рядом 2 или 3 семечки, я не трачу время на то, чтобы их вытащить и переместить, чтобы сделать расстояние. Продернется и все уйдет в салат. Собственно говоря, при хорошем правильном уходе даже в одной лунке 2-3 редиса вырастают достаточно хорошим размером. Итак, как только вы посеяли семена, как только вы их немножечко присыпали землей, сразу поливайте горячей водой. Не кипятком, но пусть эта вода будет 70-80 градусов. Если это в теплице, то закрываем теплицу. Если это пленка сверху, то, естественно, накрываем пленку. При таком горячем поливе у вас схожесть уже будет очень-очень быстрой. Вы обнаружите на третьи сутки, что у вас пробиваются уже ростки. И в дальнейшем, каждое утро вы поливаете только теплой водой. Не горячей уже, а только теплой водой. Пусть вода будет где-то 30-40 градусов. Каждое утро, даже если у вас почва будет еще влажная, вы все равно продолжаете поливать. Вот этот вот простой, незамудренный способ, который позволяет нам очень быстро получить редис. Крупный редис, вкусный редис. И, в общем, наслаждаться этим полезным корнеплодом ранней весной. Что касаемо схемы посадки. Вообще, редис можно высаживать до наступления жары. Поскольку потом уже, на самом деле, редис теряет свои такие вот хорошие, насыщенные вкусовые качества. Я беру всегда, сажаю одну пачку редиса. И где-то через 10 дней или через 2 недели высаживаю вторую пачку редиса. Пока мы начинаем продергивать и кушать этот редис, у нас посыпевает второй. Съели первую пачку, засеваем еще раз. Съели вторую пачку, засеваем второй раз. И уже после этого, конечно же, сдабриваю немножечко я здесь эту почву в теплице, поскольку на этом месте у нас будет в дальнейшем расти огурец. Ранний огурец мы будем сажать. Вот, собственно говоря, вот так вот мы выращиваем редис. Редис вкусный, редис мягкий, сладковатый, никогда не горьковатый. И, в общем-то, действительно за 20 дней он у нас вырастает. И как только появляются ростки, смело можно 18-20 дней отсчитывать и уже употреблять хорошие крупные корнеплоды редиса в салат, либо в каком-то другом виде. Ну, а ботву применять для приготовления зеленых щей, либо для приготовления полезного вкусного салата. Что, друзья, как всегда, короткое видео. Не хочу его растягивать. Поделилась своим опытом посева, ухода и выращивания редиса. Надеюсь, он кому-то пригодится, потому что в некоторых регионах, собственно говоря, тепло только наступает. Ну, а я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам только хорошего настроения и, самое главное, крепкого здоровья вам и вашим близким. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...